Здравствуйте, уважаемые садоводогородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Наконец-то я добрался до дачи. Не часто я здесь теперь бываю. Когда-то еще школьником. Начинал здесь благоустраиваться на маленьких шестисотках. Учился. Красота невероятная. Весна. Но с этой красотой надо быть очень осторожным. В этом выпуске я расскажу вам об одной болезни, которая уже пришла в наши сады в этом году. И надо быть с ней очень и очень осторожным. Об этой болезни уже говорено-переговорено. И начинается она с можжевельника, а поражает груши. Это не что иное, как ржавчина груши. Основным хозяином ее являются казацкие и виргинские можжевельники. Вот вроде бы растет можжевельник на даче. Никакого засоления нет. Никаких нету здесь вообще проблем для того, чтобы он красиво рос и развивался. Но мы видим вот такие вот усыхания на казацком можжевельнике. И когда мы рассмотрим поближе, залезем туда немножко внутрь кроны, мы сразу увидим вот эти вот оранжевые такие пятна. Они могут быть разного размера. В дождливую погоду они превращаются в оранжевую студенистую массу. Что же сделать с можжевельником? Мы часто говорим о том, что надо делать с грушей. А вот что же сделать с этим можжевельником, когда он находится вот в таком состоянии? Конечно, чтобы можжевельник полностью погиб от ржавчины, должно пройти и много времени, да и вряд ли крупный можжевельник полностью погибнет от этого заболевания. При всем том, он все время будет в каком-то мрачном и некрасивом виде. По этой причине, когда вы видите подобного рода повреждения, в сухую погоду вы даже можете и не увидеть вот этих оранжевых выходов спор. Вы все равно должны урезать все ветви, на которых имеются эти самые усыхания. Вот любая веточка с усыханием, она подлежит удалению. А несколько вот этих можжевельников, вот один, вот там подальше второй, в полном порядке нет никаких усыханий. Выглядят они превосходно, вот там один повыше ветку дает. И если мы заглянем внутрь кроны, то мы здесь также не увидим никаких признаков наличия этого заболевания. Связано это с тем, и я уже тоже об этом рассказывал, но не лишний напомнить, что можжевельник средний, можжевельник горизонтальный, другие виды можжевельников, чешуйчатый, китайский, они этому заболеванию не подвержены и являются в основном устойчивыми. Это важно, если вы планируете посадку можжевельников или замену чувствительных к ржавчине можжевельников на устойчивые виды. Пожалуйста, средний, горизонтальный, чешуйчатый, китайский, выбирайте, их много и они очень-очень красивые. Кроме того, что надо вырезать пораженные ветви, вот с подобного рода признаками заболевания, вот видите, какие некрасивые здесь выходы спор, вот это надо понимать, что это такое. Это споры, которые сейчас ветром распространяются и попадают на грушу. Они такие вот клейкие, оранжевые, они уже летят и попадают на грушу. Поэтому после того, как вы урезали вот эти вот ветви с признаками заболевания, и можжевельник, и грушу обязательно надо обработать. Чем же их обработать? К сожалению, непосредственно от ржавчины каких-то специальных препаратов не существует. Есть препараты общего действия, но одними из наиболее доступных и эффективных являются медсодержащие препараты. И вот теперь 1% бордосская смесь, 1% бургундская жидкость, о которой я рассказывал, являются вполне эффективными и для обработки груши, и для обработки можжевельника. Кроме того, очень-очень-очень эффективным средством, без риска повреждения, поджигания, да, потому что медные препараты, они в зависимости от температуры, от условий, могут поджигать немножечко, да, потому что вам надо 1% сделать, не выше сейчас, потому что молодые листочки груши, молодая хвоя, они чувствительны к высоким концентрациям меди. Поэтому можно подпалить, надо аккуратненько им работать. Так вот препаратом, который обладает общесанитарирующим таким действием, и на грушу можно его использовать, и на можжевельнике, является, конечно, препарат Биопаг, ну и родственные ему препараты. Ну, а если брать биологические препараты, то это, конечно, в первую очередь препараты сеной палочки. Не забывайте о них, обязательно обрабатывайте. Тем более, что сад сейчас цветет, цветут сады, еще слива алычада цветает, еще вишня цветет, абрикос отцвел. И одновременная вот эта обработка сеной палочкой цветущего сада не только груши, но и многих других в значительной степени поможет избежать такого опасного заболевания, как манилиоз. Вот бордоской не обработаешь по цветкам, да, по цветущим растениям, а сеной палочкой вполне можно. И это, пожалуй, один из лучших препаратов выбора сейчас для обработки и можжевельников, и садовых растений. Поэтому осматриваем можжевельники, урезаем ветви с очевидными признаками усыхания, с очевидными признаками заболевания, вот с выходом этих оранжевых или рожков, или слизи, или просто налета оранжевого. Все это урезаем и одновременно обрабатываем и можжевельники, и грушу, и все остальные садовые растения. Не помешает. Так что обязательно не упускаем этого периода, не даем ржавчине распространиться по нашему саду, и по хвойникам, и по плодовым растениям. Делаем такую обработку. Обязательно. Делаем сейчас, делаем еще один раз через неделю, а потом еще один раз через неделю. Это поможет вам, очень поможет. И в отношении ржавчины, и в отношении многих-многих других болезней, множество плодовых растений, которые живут у нас в садах. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.